Я буквально только два слова скажу. Я поговорю с ребятами. Иван сидит, он 31 год, как он в Афганистан попал. Еще раньше, чем я. Вон, Володька Иванов. Тоже автор и исполнитель замечательной песен. Боевой офицер, значит. Дисантура. А у меня завтра, 14 декабря, исполняется ровно 30 лет, как я вот отсюда, вот в того дома, что напротив, перебрался в 101-й Балашево-диверсионной разлетной школы. И оттуда уже в апреле 82-го попал в Афганистан. Чему я очень рад, что меня отсюда перевели спокойно, без скандалов, без этих. Перевели туда, где я попал в Афганистан. И это... Он Верстаков не даст соврать. Я убежал, так не стал петь песню. Маш, где Верстаков-то? Ну ладно. Курить выходил. Здесь много боевых друзей. И слава на 860-го отдельного московского полка. Я бы хотел сегодня вот петь песни про Афганистан. Тем более, 27-го числа, декабря, годовщина того, с чего все это и началось. Плохо или хорошо, афганская война, мы все выполняли свое дело. По приказу Родины, и не КПСС, и не президент тем более. Воевали честно, а кто из наших погиб, и тут вообще мертвые срамы не имут. Может, за их счет мы и живем сейчас. Поэтому я, с вашего разрешения, про Афганистан. Я там на других войнах был, только Приднестровь и Абхазия, но не все это было на то, в Чечню не поехал. Понятно, значит. Город Фаизобад. Радский сад, все такое, как пресс писала, яблоки на крыше домов растут, там ничего не росло, там глинобидное, земляные крыши. В 10 километрах стоит на 160-й полк. Это жизнь. На обеспечении боевые группы Касказ стояли в 160-м полку. Это вместе мы с ними ходили на колонны, на фильтрации нас ведерли, когда там они брали кишлаки туда. Операции серьезные проводили на 160-й полк. К сожалению, о нем очень мало сказано и написано. Кроме одной книги написал один из бойцов, Фаизобад, это замечательная книга. Но я вот живой свидетель к тому, как славно дрался в 160-й полк, и поэтому я про Афганистан. Фаизобад, Фаизобад, не заради наград, мы два года тебе подарили. И лежишь ты в горах, у Памира в ногах, порыжавшие от солнца и пыли. И лежишь ты в горах, у Памира в ногах, порыжавшие от солнца и пыли. Облака уплывают в родные края, вечер ветер пахнет черешней и хлебом. Тополя, тополя, так как чую, шумят, упираясь верхушками в небо. Тополя, тополя, так как чую, шумят, упираясь верхушками в небо. Что столетие, что миг, караванщиков крик, так же это в горах повторяет. И верблюды бредут, куда тропы ведут, меж горбами пуштунок качая. И верблюды бредут, куда тропы ведут, меж горбами пуштунок качая. Летний вечер упал на расщелин и скал, камни песни поют, остывая. И опять до утра, так как чай трассера, как сгоревшие звезды белькают. И опять до утра, так как чай трассера, как сгоревшие звезды белькают. Фаизобат, Фаизобат, мой товарищ и брат, мы два года тебе подарили, Фаизобат, Фаизобат, здесь и рай был, и ад, но таким мы тебя и любили. Фаизобат, Фаизобат, здесь и рай был, и ад, но таким мы тебя и любили. Она была написана «Скорую руку», потому что нас ждали вертолеты, и мы туда, на Майдоне, и мы уже в Кундуз, в центр перимазировались, на прощание написала там, земля качается, 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 и вертолеты набирают высоту, и мы прощаемся, 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 и Фаизобат уже теряется внизу. Здесь столько было, столько было нами пройдено, столько было здесь и схожи на дорог, а впереди у нас качается, а впереди у нас Кундуз, у кого Капулка, дальше Родина, и перепутьем надведанных дорог, а впереди у нас Кундуз, дальше Родина, и перепутьем надведанных дорог. Здесь столько было боевых друзей, товарищей, мы с ними хлеб и соль делили пополам, мы вместе шли через засады и пожарища, и пыль глотали и бродили по горам, мы вместе шли через засады и пожарища, и пыль глотали и бродили по горам, Но как об мы не встретились В Европе или в Австралии Мы снова мысленно глянемся назад Когда на карте, на Восточном полушарии Отыщем маленький кружочек фальзобат Когда на карте, на Восточном полушарии Отыщем маленький кружочек фальзобат Земля качается, качается, качается И самолёт уже теряет высоту И всё кончается, когда-нибудь кончается И Шереметьево скинулось внизу И всё кончается, когда-нибудь кончается И Шереметьево скинулось внизу Славе Масловскому второму батальону отдал этот бетер И кум помогал ему списывать при подрыве А Славе нужно было и второму всему батальону Надо было ездить, боеприпас не проходите, этот хилый мостик На базар туда, ну тут в боеприпасе Мы ещё 28 ящик мух оставили Не знаю, нашли где-то У нас был с ретон, боеприпас не задевайте Мы ещё списывали, будем друзьям А им нужнее было, мы уже кидали Я знаю, акт подписан Всё здорово Кум там Ещё не на вас, на боевые списали 12 ломов маленьких таких, да? И кум там по тылу приехал Не мешал, написал, что они сдетонировали при подрыве Ломы Ну ничего, всё же нормально, всё почистили Ну не важно, ещё одну песню Но там все знают А кто не знает, Бахарак это крепость, стоящая в отдалении от полка Там стоял первый батальон Разваленный, ну по-настоящему просто рассказываю Там батальон стоял А вокруг, так, живого населения 5 тысяч И все духи сплошные там уже у них батальоны Крепости стояли И на моей памяти дважды его там пытались обстрелять Один раз То ли Абрамов, то ли начальник штаба команды Когда баба с ребёнком убежала Помнишь, помните, да? Серёга там забыл какой-то 16-сосковку получил Командир батареи батареи Мины разорвался Вот мы идём Ну там много чего было Вот им об этом, конечно, надо писать Вот одна книга тоже не вышла И ещё колонны Три книги уже Игорь, я спою про каскад Не, не про каскад Ну про каскад Ну про каскад я обязательно спою Подожди, ну твой заблок сидят Сейчас споём Пойдём до каскада Ну и самая песня такая Ну ещё раз, слушай Это про колонны Две колонны я прошёл Первая самая Это была она Колонна Да, я не обстрелянный совсем Решил проехаться Хрен там проехаться Просто так вот Она первая Про вертолётную эскадрилью И про колонны, да? Сейчас, секунду Первая колонна Да я держался И ещё и выпить пришлось Вот так, чтобы мне всё равно Чего там На броне Это одна из первых писем Здесь вы, ну, мотив известный Некогда бы мотивы делать Никаких Сразу первых Здесь вам не равнена Здесь климат иной Здесь горы вершины И солнечный зной И медленно по серпантину Колонна ползёт Опять засада А ну, держись Дешевле копейки Стоит жизнь И только случай решает Кому повезёт Опять засада А ну, держись Дешевле копейки Стоит жизнь И только случай решает Кому повезёт Броня БТР раскалена, ему недолгая жизнь дана До первой мины, до первой РПГ А ты не машина, ты человек, видит четырнадцатый век Тебе в лицо сквозь прицел КПВТ А ты не машина, ты человек, видит четырнадцатый век Тебе в лицо сквозь прицел КПВТ Гудит под пулями броня, пытается смерть достать тебя Ты ей ни раз, ни два в глаза глядел Но сквозь пороховой туман Ты слышишь громовой душман И землю пробили десятки огненных стрел Но сквозь пороховой туман Ты слышишь громовой душман И землю пробили десятки огненных стрел Знакомый рокот в уши бьет Над нами боевой вертолет А ну-ка теперь посмотрим, чья возьмет Пускай ты летчик, а не бог Но больше бога ты сделать смог Спасибо, дружище, за нами не пропадет Пускай ты летчик, а не бог Но больше бога ты сделать смог Спасибо, дружище, за нами не пропадет Мы тоже выручим не раз тебя, как ты сегодня нас И выпьем не раз за дружеским столом С тобой за тех, кто не дожил, кто не допил, не долюбил И никогда не забудем мы о ком Здесь на войне, как на войне Здесь дружба ценится во двойне А потому за дружбу второй стакан За нас с тобой, за дом родной За этот день, за этот бой И даже черт с ним, за этот Афганистан За нас с тобой, за дом родной За этот день, за этот бой И даже черт с ним, за этот Афганистан Двух разных войн, единая суть Так говорил один комбат Мы трассой жизни звали путь Христулканов, Файзабад Там двое суток напролет Ползет колонна между скал За поворотом поворот За перевалом перевал Кричи с досадой, не кричи Здесь эти крики ни к чему Где ставят мины посмачи Известно Богу одному Не угадаешь, где рванет Под кем сработает запал За поворотом поворот За перевалом перевал Закрой уставшие глаза Как оторви, откли И все, что в письмах прочитал За словом слова повтори Тебя в союзе кто-то ждет А может ждать уже устал За поворотом поворот За перевалом перевал И успокоиться на том Что будет время вспоминать Когда до финиша дойдем Пыль со стулы смывает пот В глазах багровый карнавал За поворотом поворот За перевалом перевал А где-то мир и тишина И только фильмы о войне А здесь отметилась война Пробойный в лобовом стекле Сказали вас награду ждет А ты о ней и мечтал За поворотом поворот За перевалом перевал Дилемма быть или не быть Не для уставших наших душ Да мы просто дальше будем жить Перевалив за кендукуш Он прыгутев над головой Вертушки в сторону ушли И перестроился конвой Проснись, приятель Мы дошли АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Четвертого, последнего и самого большого Где я имел часть командовать оперативной группой Она не разным была связана с 160-м полком И с вертолетчиком Мы вообще там на выживание нам сказали Будь на выживание Вот если бы не друзья Были враги, что-то на этом не друзья А у моих бойцов, если бы не их зямы На хлебзаводе И там наш по складах Да-да Так, давай Да Ничего, блин Там три месяца больше не платили А фошками не платили Ничего За счет бойцов А бойцы съемли из хлебзавода И, конечно, бы не было того замечательного Суррогата под названием самогона Если бы это клеппекарня Мука уже с дрожжами не была на хлебзаводе Так что они быстро забрали пол-БТР И забрали самогонный аппарат После того, как брагу пить запретило И стали пить хороший самогонный Самогонный И мы тоже сами Двойной перегон чистый Вода, тем более холодная Средневеков Змеевичок Маслопровод с БТР Вот так вот Да? Ну ты что-то говорил Рассказываем Да, да Это памяти Вадима Бурага Сколько? Памяти Вадима Бурага Да, побратил меня погиб Кто-то, наверное, знает Кто-то был в 83-м году Еще там В Забаде, когда сгорели двое Вадим Бурага Правый летчик Из эскадрильев из Забадской И Камэска Виталька Балабанов Балабанов прожил Еще до 18-го Еще несколько дней в Ташкенте Тяжело умирал Очень тяжело Я встречался потом с его женой Они приезжали с женой Вадим Бурага Она не может простить себя, что Ну ладно, это другой разговор Значит, да Вадим Бурага Правый летчик Побратались мы с ним на крови Ну так Летал вместе с летчиками Они на БШУ А я там Дали с пулемета пострелять Пострелял Ну и потом оказалось, что пробили У меня рука, его в ногу Ну не важно Немножко, чуть-чуть Ну и потом еще Я не знаю, кто это придумал Но у нас там Пришел Еще один пилот Звали его Гивик Хотя он был Юра Соловьев Вот опять летим мы на задании Режут небо кромки лопастей А внизу земля Афганистан Разлеглась в квадратиках полей А внизу земля Афганистан Разлеглась в квадратиках полей И не верь в спокойствие ты вечное Вот уже к тебе под облакам Тянутся прерывистые встречные Огненные трассы дышика И кому судьба какая выпадет Предсказать заранее не бери Нам не всем ракеты Алые вы и светят Право на посадку и дожить Вам не всем ракеты Алые вы и светят Право на посадку и дожить Ни к чему Гаданья и пророчества И о прошлом тоже не жалей Не спастись порой от одиночества Даже в окружении друзей Не спастись порой от одиночества Даже в окружении друзей Но опять летим мы на задание Режут небо кромки лопастей И опять страна Афганистания Разлеглась в квадратиках полей И опять страна Афганистания Разлеглась в квадратиках полей Вот ведь, чего я не пел Так писал песню о том, кто видел А видел перед собой боевые будни И каскады нашего ИС-61 Устрелкового полка Вот эта песня Лауреат корпуса 88-го года Она мне самому не понравилась Но, например, тоже колонна И называется она «Дождь» Неожиданный дождь Такой, который вот сейчас Глядет под Москвой Вот, несмотря на зиму Но совсем не дар Дождь идет в горах Афган Это странно, очень странно Мы давно уже отвыкли От обилия воды И дождю поставив лица Все пытаются отмыться От жары столетой пыль Серой пыли и беды И дождю подставив лица Все пытаются отмыться От жары столетний пыль Серой пыли и беды Дождь идет в горах Афгана На колонны, в караваны Словно суры из Корана Струйки тянутся с небес Дождь стучит по горным склонам По машинам, по погонам И шипит на раскаленном Утомленном АКС Дождь стучит по горным склонам По машинам, по погонам И шипит на раскаленном Утомленном АКС Дождь идет в горах Афгана Позабытый и желанный Память светлая о доме В дальнем доме и весне И отплясываю Трияна Два безусых капитана Два танкиста из Баглана На золотанной броне И отплясываю Трияна Два безусых капитана Два танкиста из Баглана На золотанной броне Дождь идёт в горах Абагана, Пересохшим речком Манна. Он, конечно, он, конечно, Не российский, не родной, Местный бог от взрывов злея, Из созвездия водолея На войну обрушен дождик, Этот дождик проливной. Местный бог от взрывов злея, Из созвездия водолея На войну обрушен дождик, Этот дождик проливной. Дождь идёт в горах Абагана, Это странно, очень странно, Мы давно уже отвыкли От обилия воды, И дождю, подставив лица, Все пытаются отмыться От жары столетней пыли, Серой пыли и беды. Серой пыли и беды, Серой пыли и беды, Серой пыли и беды. Ещё просто у нас перебал пустотол. У меня вина большая и дух в 360-ом, Потому что в этом году было 70 лет, И я не попал по причине форс-мажор, Кто бы мне не заявить, поехал, но не доехал. А так бы я пел там ребёнку, Но на следующий год доживём ещё. Среди боевых друзей. Что касается, значит, каскада. Значит, я просто обязан спеть одну песню. Это человек, которого мы пока не можем выдернуть сюда, А он начал первый петь. До Кирсанова, до меня, до Верстакова. Начал петь с отцом поживых событий. Их мы звоним декабристам. Те, кто штурмовал Кабул 27 декабря 1979 года. Зовут его Серёга Климов. Он полковник в отставке. И он написал самую замечательную песню, Замечательнейшую во всех отношениях. Скоро дата непонятная, Потому что я знаю даже мои мои друзья, Кто остался живой после штурма Кабула. Это, грубо говоря, первые там все. Они празднули как праздник. Что это праздник-то? Война же началась с этого всего. А мы победили, поэтому правильно. Я ни к тем, ни к другим, кто не праздник, не отношусь. Это просто день памяти. Из чего начиналось это всё? С этой песни. Сергей Климов. Кличка Карась. У меня там была. В оперативной группе ГСН. И не могу я вот её здесь петь. Потому что это мой боевой товарищ. Замечательное предложение. К сожалению, живёт на Украине, в Луганске. Мы пока не можем его сюда вытащить. Но никак. Я скажу, Дон Дорадов. Знает и поёт больше меня. С ним есть связь. У нас есть коммерческий директор. И наш там провайдер. Вон она сидит. Оля её зовут. Маленькая такая женщина. Вот она связь с ним держит. И Серёга об этом говорит. В декабре зимы начало, В декабре дни рожденья есть. Для кого в декабре начало, Для кого лебединая песнь? В декабре меня кроха спросит, Потирая озябший нос. Папа всем ли подарки приносит В новогоднюю ночь Дед Мороз? В декабре есть ещё одна дата Без отметки на календаре. Я тебя целую как брата На Кабульском чужом дворе. Я тебя целую как брата На Кабульском чужом дворе. Слёзы радости вспомни об этом И друзьям своим растолкуй. Отчего нам так дорог этот Неуклюжий мужской поцелуй? В суету новогодней встречи Вспомни наш боевой отряд. Первый тост за ушедших навечно, Тост второй за живых ребят. Первый тост за ушедших навечно, Тост второй за живых ребят. Не нервно всё очень грустно и печально. Значит, я одну песню вспомню. Ну, повеселее, что была песня. Ни восемьсот шестьдесятый полк отдельного стрелкового. Ни команда «Каскад», ни версионной разведывательной группы КГБ СССР. Лазить по горам никогда и нигде не учился. Это потом началось когда-то. Подготовка. Не было у нас альпийских гирей, как у Гитлера там. Не было дивизии «Дельвейс». Всё, что было под рукой. Восемьсот шестьдесятый и команда «Каскад». Вот все дырки затыкались там. На зуб ходили в восемьсот шестьдесятый много раз. Потом отдавали в пять ходили. Но это песня, короче, тех бойцов, которые идут в горы в очередной раз. И чтобы не вешать носа там. И не грусти, тёча. Вот такая песня. Во всём плохом надо отыскивать хорошей. Вот она и про то есть такая. Если вам однажды перед рейдом в городе Не досталась «Каска» или «Греба Желета», Вспомните, что где-то бродит вовсе голый, С вами в общем незнакомый снежный человек. И улыбка, без сомнения, Труд коснётся ваших глаз. И хорошее настроение Не покинет больше вас. Если вы с обрыва в голубые дали Полетели лихо камни догонять, Так вы вспомните, что раньше вы так не летали. И как Лина, больше вам так не летать. И тут улыбка, без сомнения, Друг коснётся ваших глаз. И хорошее настроение Не покинет больше вас. Если вас в дукане нагло обманули, Если гнев невольный Сердце к вам проник, Вспомните, что в вашем автомате Пули их на все дуканы хватит. Вспомните о них. И тут улыбка, без сомнения, Вдруг коснётся ваших глаз. И хорошее настроение Не покинет больше вас. Если вас за ногу кобра укусила, Если жить осталось только полчаса, Помолитесь Богу, Соберитесь силой, И как в детстве Начинайте верить в чудеса. И тут улыбка, без сомнения, Друг коснётся ваших глаз. И хорошее настроение Не покинет больше вас. Совершенно не смешной куплет, И очень трагический по сути своей. Все это прохли, все это знают. Если вам замены нету из союза, Если не пускают светиться с женой, Вспомните, ребята, Робинзона Круза, Как двенадцать лет прожил он с одной козой. И тут улыбка, без сомнения, Друг коснётся ваших глаз. И хорошее настроение Не покинет больше вас. И хорошее настроение Не покинет больше вас. Я желаю вам Друзья дорогие Я желаю вам В любой ситуации Хорошего настроения А у кого-то хитрая 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 Нет, ну просто вот Дорогие друзья, к сожалению Мы в 10 часов Дождать всё-таки Сегодня У нас здесь Не в нашем клубе Клубе подвольном Мы с вами сейчас поём батальонную разведку Я прошу Виктора Начинаем Давай А на войне 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 И двадцать идёт Над соками рассвет Мы не прощаемся Не все Чужие срёты Нам зачем И конец В align Мы не прощаем Срёзы Нам зачем И конец И конец Сорrest В analogy ПОЮТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ Субтитры подогнали Симон. Субтитры подогнали Симон. Субтитры подогнали Симон. Субтитры подогнали Симон. Субтитры подогнали Симон.